МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Райфайзенбанк занимает должность управляющего директора, начальника управления каналов продаж Райфайзенбанка в России. За это время Райфайзенбанк успешно провел цифровую трансформацию в каналах продаж. Райфайзенбанк начал активно привлекать клиентов онлайн и работать с ними вне офисов и в том числе вне городов физического присутствия. Давайте начнем с того, что цифровые технологии просто уже за последние пару лет стали такой достаточно обыденной вещью для многих клиентов, для многих потребителей банковских услуг. Возникает вопрос, зачем клиенту ходить в офис банка, если можно все сделать в своем мобильном телефоне. Олег, это очень интересный вопрос, который всех мучает. Задам сразу встречный вопрос риторический. Вот вы же ходите в продуктовые магазины. Зачем ходить, если всю еду можно доставлять на дом? Хочется руками подругать, посмотреть, свежий продукт или не свежий, потому что могут доставить не то, что хочешь, а уже отказаться очень сложно. Психологически это сложно сделать. Я так понимаю, что есть некие продуктовые линейки банковские, я имею в виду, за которыми нет необходимости ходить в офис. Но, допустим, уровень вэлс-менеджмента требует персонального подхода. Вот для этого, собственно, офисы и нужны. Вы очень правильно заметили, что действительно есть разные потребности клиентов. Если мы все, не знаю, 20-30 лет назад в банк ассоциировался пойти заплатить коммунальные платежи и выстоять в очереди, естественно, никто это не любил. Сейчас тенденция понятная, что все, что просто, нужно делать онлайн, нужно делать желательно в мобильном телефоне, и все банки это уже делают. Но при этом, как правило, не так часто, может быть, два раза в год, может быть, раз в год, людям нужно прийти проконсультироваться по какому-то более важному вопросу. Например, вы планируете ипотеку, вы думаете, куда вложить деньги, вы думаете, например, какой лучше кредит взять на ремонт, как лучше это сделать, или какую кредитную карточку себе оформить. И в этом вопросе, на самом деле, всегда лучше помогает человек, потому что люди хотят простоты, они хотят сидеть часами в интернете и высматривать разные предложения банков, пытаясь там разобраться в их предложениях и хитросплетение разных условий. На самом деле, немного банков такие простые и понятные, которые действительно дают четкое сообщение клиентам, но всегда лучше прийти в офис и живым человеком, которому ты доверяешь, проконсультироваться, найти ответы на все вопросы. Но ведь технологии развиваются, Алексей, вот те же большие данные, бигдата, собирают полностью информацию о твоих, если ты пользуешься тем же онлайн-банком, а то ты полностью, в общем-то, открыт для того, чтобы проанализировать твою информацию, что ты покупаешь, куда ты ходишь, какие твои потребности. И, в принципе, вот на основе этих цифр банк уже может предлагать клиенту удобные для него продукты. Ну, так же, как и в интернете предлагают отель, уровень отеля, который ты именно ищешь. Вот по этому направлению идет развитие. Мы сейчас очень тесно работаем с Яндексом, с Гуглом, с социальными сетями, с тем, чтобы определить цифровой профайл клиента и предложить ровно тот продукт, который ему необходим, исходя из его цифрового профиля. И на самом деле это очень хорошо работает. Мы предлагаем всю линейку уже продуктов онлайн, в том числе и не клиентам банка. И интересно, что потом, на последнем этапе, мы предлагаем клиентам, хотите приходить в отделение или к вам приедет курьер и все оформить дистанционно. На самом деле на этом этапе большинство клиентов выбирают отделение, потому что им важно прийти, посмотреть в глаза человеку, ответить на какие-то вопросы. И я думаю, что здесь особенность того, что люди хотят доверять банку, хотят понимать, с кем они имеют дело. И особенно для важных продуктов, таких как инвестиции или ипотека, или даже кредитная карта, которая чуть более сложная, люди приходят в отделение. Контакт человеческий, он необходим постоянно. Но все-таки, насколько я знаю, банк развивается и там, где нет офисов. Как там проходит внедрение электронного банка и услуг онлайн? Это, на самом деле, очень интересная тема, потому что мы как раз разработали концепцию, которая позволит работать на всей территории России. У нас сейчас отделение в 41-м городе России. Мы хотим работать, по крайней мере, в 100 городах России. И для этого у нас есть возможность доставить любой продукт банка через курьеров. То есть процесс очень простой. Мы определяем цифровый профиль клиента, предлагаем ему тот продукт, который нам кажется необходимым, если клиент действительно ему это интересно. Дальше короткий разговор с нашим контактным центром, выявление потребностей, понимание того, что реально нужно клиенту. И последняя миля – это просто встреча с курьером, подпись всех документов. И наши клиенты уже могут делать все дистанционно через интернет-мобильный банк. И сейчас, в принципе, развитие технологий уже дошло до того, что нам не обязательно иметь офис в каком-то городе. Мы можем все делать дистанционно, хотя мы являемся, в общем, традиционно таким универсальным банком, который, ну, естественно, там у нас больше, чем столетняя история. Но мы движемся в сторону цифровых технологий ровно так же, как другие универсальные банки. Ну, а вот некоторые говорят, что тенденция развивается таким образом, что вообще все технологические процессы, не только, как вы сказали, с Google, с Яндексом сотрудничество, но и с такими блоками информации, которые государство дает. Сайт госуслуги обладает огромным количеством информации о человеке, о клиенте, да и другие, собственно говоря, наши государственные органы. Если банк в состоянии, вот с ними как-то скооперироваться для того, чтобы уже в онлайне даже ипотечные кредиты выдавать, вот такое в перспективе возможно, как вы думаете? Теоретически возможно, но, опять-таки, все зависит от потребности клиента. Здесь очень много зависит от того, насколько клиент сами готовы. Вот сейчас очень сильно развиваются, например, каналы текстовой коммуникации, да, то есть вот сейчас мы очень много с вами времени проводим. Да, звонить неудобно, потому что ждите ответа и включают, ну, не травм, но очень хорошую музыку. Ну, и опять-таки, темп жизни увеличивается, стресс растет, и люди хотят что-то сделать в метро, да. Вот у нас сейчас гигантскую популярность набирает, например, текстовые каналы, чаты различные, потому что мы работаем с клиентом и в Viber, и в Facebook Messenger, и сейчас запускаем WhatsApp. У нас есть чат в мобильном приложении, и теперь, в принципе, вы можете решить вопрос с представителем банка, таким качественным, хорошим, который решит любой ваш вопрос, просто переезжая с одной станции метро на другую. И это, конечно, другое ощущение уже. У нас сейчас... Вот реальный человек с вами переписывается? Или все-таки тоже робот, который обрабатывает возможные вопросы и дает ответы? Ну, мы экспериментировали с роботами. На самом деле, мы считаем, что роботы далеки от совершенства, чтобы показывать нашим клиентам, но роботы подсказывают оператору возможный ответ, и дальше решает оператор, правильно этот ответ, неправильный. Но с человеком, с нашим клиентом всегда общается человек, и мы, в общем-то, очень рассчитываем на то, что это будет в ближайшие 5-7 лет так же продолжаться. Но при этом у нас сейчас, в последние месяцы, уже больше 80 тысяч чат-сессий. Если посмотреть, ну, в среднее отделение, например, ходит у нас, ну, не знаю, там, 3-4 тысячи человек в месяц. То есть, фактически, чат-сессия – это уже как будто бы 20 отделений. И это растет, это развивается. Людям реально удобно, им не нужно там приходить в офис. По дороге на работу можно сделать все, что необходимо. Ну, естественный вопрос, чем, так сказать, глубже и шире развивается онлайн-сервис, тем острее стоит вопрос о безопасности. Каким образом обеспечивается безопасность? Потому что очень много есть как раз и по этому поводу различных вопросов у граждан, потому что иногда возникают проблемы в связи с этим. Каким образом здесь развивается тенденция? Ну, во-первых, конечно, у банков, у нас, в частности, есть система транзакционного мониторинга, которая подозрительные операции будет сами проактивно выявлять. То есть банк следит за операциями, смотрит, если есть какое-то непонятное поведение, то мы позвоним клиенту и узнаем, вообще вы ли это или не вы, и вообще все ли правильно. Понятно, что это статистические методы, они имеют определенную вероятность, здесь 100% гарантии нельзя. Но самое важное, если вы вдруг потеряли телефон, к которому привязаны банковские карточки, немедленно, конечно, уведомить банк, потому что сейчас на телефон очень много что завязано. Насколько банку эффективно развивать этот бизнес, это направление, как это сказывается на результатах финансовых? На самом деле это очень перспективно, потому что раньше банкам нужно было строить дорогостоящие офисы для того, чтобы развиваться. Сейчас фактически мы можем растить клиентскую базу, мы сейчас среди универсальных банков быстрее всего растим количество клиентов и не растим количество отделений. То есть мы хотим зафиксировать текущее количество отделений, но при этом у нас есть планы по увеличению клиентской базы именно за счет того, что мы можем обслуживать гораздо большее количество клиентов онлайн, дистанционно, через чат-сессии, кому-то нужно через звонки, кому-то нужно какие-то простые операции делать в мобильном интернет-банке. То есть здесь экономия на себестоимости сотрудника, я так понимаю? Во-первых, экономия, да. Во-вторых, клиентам удобно. НПС, Net Promoter Score, который оценивает, насколько клиент доволен банком или нет, растет, например, в дистанционных каналах. У нас самый высокий НПС в отделениях, но при этом люди очень довольны дистанционными каналами, потому что, естественно, все можно решить дистанционно. Последний вопрос, Алексей, о том, каковы перспективы, какое направление с вашей точки зрения будет самым интересным и перспективным для банка? Ну, я считаю, что дистанционные технологии будут развиваться. Мы будем все больше уходить в какое-то дистанционное консультирование в том числе. Очень сильно будет развиваться текстовый канал. В принципе, будут развиваться все те каналы, которые интересны клиентам. То есть раньше мы отделение строили около метро, где есть большой поток. Сейчас мы фактически виртуальное отделение строим в WhatsApp, в Facebook, в ВКонтакте, везде, где люди появляются, где им это важно, интересно. И мы будем там, где удобно нашим клиентам. Спасибо большое. Спасибо вам.